всем привет дорогие друзья мы уже в анкаре сейчас два часа дня наш поезд в карс в 6 часов вечера поэтому сейчас мы оставили все свои вещи в хранилище и сейчас идем в мавзолей от отюрка кто еще не видел наше видео о том как мы ехали из алань и в конью и из кони на скоростном поезде до анкары обязательно смотрите все ссылки в описании ну а сейчас идем в мавзолей от отюрка и кстати что вам еще рассказать про анкару кстати сегодня все дороги перекрыты потому что какой-то митинг около вокзала ну никуда не пройти не проехать везде полиция и что еще есть интересного в анкаре конечно же это мавзолей от отюрка потрясающий музей ну вы сами все своими глазами увидите крепость старые районы старые дома анкары и этнографический музей очень красивый яркий с огромным количеством экспонатов этнографический музей поэтому приглашаем вас вместе с нами пойдемте все смотреть в анкаре просто нереальное движение но понятно столица куча машин очень жарко вот так вот выглядит вход мавзолея татюрка это огромный парк музейный комплекс здесь очень красиво открыт он всегда в любое время года в любые праздники вот такой таким образом выбор выглядит план мавзолея этого парка здесь очень много различных мест куда можно сходить и занимает времени 75 минут и длиной 1700 метров всего порядка 17 мест которые вам нужно посетить здесь находится музей машина татюрка выставлены дальше вход внизу в сам мавзолей и вот в этом вот здании находится непосредственно мавзолей от отюрка сейчас мы пойдем через вот эти вот ворота напрямую к музейному также здесь есть остановка и вот на этом сервисе вы можете доехать до самого верха вот так вот выглядит вход сам мавзолей и начинается отсюда аллея которая называется аллея львов почетный караул всегда стоит здесь с ними можно фотографироваться их можно снимать и вот таким вот образом выглядят ребята из почетного караула вот эти вот три статуи обозначает современную турцию это военные крестьяне и ученые а с этой стороны три женщины также говорит о свободе дарованной женщинам женщины могут работать учиться или посвятить себя семье в одной из боковых башен расположен корабль которым пользовался ататюрк и он использован его на одном из озер сейчас мы идем непосредственно по аллее львов которая ведет к мавзолейному комплексу в этом парке всегда растут цветы здесь всегда очень красиво проходит смена караула я надеюсь что мы на нее попадем это тоже очень очень красочное зрелище если у нее не будет в этом видео то смотрите в описании к этому видео будут ссылки на на другие видео которые я снимала здесь в анкаре в крепости также в мавзолее будут в описании к этому видео смотрите пожалуйста на этой аллее 24 льва которые обозначают 24 тюркских семей в которые входят казахи кыргызы узбеки вот так вот выглядит главная площадь мавзолея и сейчас мы поворачиваем направо и пройдемся по периметру здесь показывают фильм про историю создания этого мавзолея но естественно о турецкой истории здесь 8 разных башен и у каждой башни есть свое название точнее она названа в честь кого-то какой-то важной персоны в турецкой истории если вы хотите знать больше про ататюрка и мавзолей ататюрка пожалуйста почитайте в интернете там есть полная информация я думаю что вам она будет очень очень интересна сейчас мы проходим еще в одну башню здесь расположены военные орудия войны освободительной войны в турции на этой площади проходит празднование основных государственных турецких праздников здесь собирается тысячи человек проходят торжественные парады с флагами с речами это очень очень красивое красивое зрелище встретили еще две свадьбы вы знаете наверное что встретить невесту это очень очень хорошая примета на счастье и 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 Исмет Ильюнов, второй президент Турции, похоронен также здесь, прямо напротив непосредственно мавзолея Ататюрка. Друзья, сами прекрасно понимаете, что с этим местом связано столько исторических событий, с этим местом связана вся история Турции практически, поэтому если вы хотите знать больше точно по дату, точно по событиям, пожалуйста, читайте в интернете. Я в своих видео показываю вам только атмосферу и то, что непосредственно находится здесь, поэтому хотите знать больше конкретных, да, пожалуйста, читайте в интернете. А вот еще одна невеста, вторая и... вторая невеста еще больше удачи означает. Очень красивые платья, конечно, потрясающие. Здесь также, видите, одна из машин Ататюрка. Кайхан сказал, что у него было много машин, и некоторыми машинами он не пользовался, потому что ему их дарили. А на этой машине он непосредственно ездил по Турции и заезжал в различные города и общался с народом. В этой башне также представлена одна из машин Мустафу Кемаля Ататюрка. Последняя машина, которую мы видели, это пуленепробиваемая машина, и Хан сказал, что на Ататюрка было совершенно много покушений, поэтому он ездил на пуленепробиваемой машине. Это морской офицер, поэтому он одет в белую форму. А еще очень интересно наблюдать за туристами, которые... Фотографируется с военным офицером. А вот здесь непосредственно уже находится вход в сам Мавзолей Ататюрка. Захоронен Ататюрк внизу. Пройти туда можно через музей, в который мы пойдем чуть дальше. А здесь проходят различные государственные торжественные события, когда Ататюрку отдают почести военные, государственные деятели, а также государственные деятели других стран, которые приезжают сюда. Непосредственно вот эта вот стела находится над погребением Ататюрка, который, естественно, погребен в земле. А еще одна из башен. Расположен вход в музей. Вот этот коридор это музей независимости и посвященный он освободительной войне. И этот коридор непосредственно ведет к захоронению Ататюрка. А здесь самый первый портрет Ататюрка известных и написанных художниками. Ататюрка остался только по дороге. И вот 둘째 трясло, и только другая часть. Я вам покажу вам ярче, и последовательности. Скaje минуты в 1904, в 1909 Композиции в Санту, в США, в Композиции. Потом, Композиция города первые правые филы. Потом, Казым Карабекир — Паша вместе с Композиции, и Композиции, нераверство было создано с двойной древности пыли. Прямо продолж состоянии, и пригадание по филе. В истоке спальне грудные комитет на время Российской области в Тире и Африона В Турмуту, Полутина, Анкара, это ещё маленькая Иван в Тире до этого дня Играя по Диз ей и Чанаккаре Айхан просто прекрасно знает историю Турции, может вам рассказать абсолютно все. Но, если вы хотите знать, как я уже говорила, больше, читайте в книгах, в интернете. Это будет очень интересно и познавательно. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы сделали отдельное видео с Айханом. И у него было такое желание, чтобы он рассказал об истории Турции. Айхан согласен, в скором времени мы сделаем такое видео. Сейчас мы находимся в библиотеке Ата Турха. Знал он, представляете, более, прочитал в жизни более 5000 книг и знал свободно 4 иностранных языка. А здесь продается собрание из 24 томов, собрание не книг, которые прочитала Татюрк, а название книг, которые он прочитал. Представляете, более, в музее, в музее Мавзолея находится 2150 одна книга. В других музеях также находится. И я вам немножко неправильно дала данные. 3997 книг, а Татюрк прочитал в течение жизни. Началась церемония смены караула. Из-за не перест Борщ! Крыть! Адры! Сол! Дэн! Борщ! Борщ! Сол! Дэн! Трек! Адры! Итак, мы будем оборудовать. Уйдем! Уйдем! Борщ! Лучше, лучше, лучше. Останте перенз嘚! Лучше! Итак, удав tekrar! А arkadaş! Аш naked! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смена караула проходит каждый день Сейчас, поэтому, если вы придете в Мавзолей, вы обязательно попадете на смену караула. Вот так вот выглядела карта Турции в 1919 году. Вот эта часть была оккупирована англичанами, французами, армянами и грузинами. А вот здесь вот были самостоятельные государства. И в 1919 году Ататюрк объединил страну, решил объединить страну. И освободительная война шла 4 года. Наше короткое посещение Мавзолея Ататюрка закончилось, друзья. Вас тоже приглашаем сюда. Обязательно посетите это место. Здесь очень интересно и красиво. Ну и, конечно же, как я уже говорила, это очень важное место для Турции, для турецкой истории, для турок. Поэтому, как будете в Анкаре, обязательно сюда приходите. И мы сейчас отправляемся на вокзал и садимся на наш поезд до Карса. Кстати, в Мавзолея Ататюрка мы приходим, приезжаем, ну, наверное, раз в два года точно. В общем, мы идем на вокзал, садимся в поезд до Карса. И в следующем видео мы уже с вами увидимся непосредственно на вокзале и в поезде. Начинаются реальные приключения в тех местах, где мы никогда не были. Ну, а если вы не видели предыдущие видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Все самое главное в описании. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.